Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня я представляю три уважаемых учреждения города Москвы. Прежде всего, это Московский клинический научный центр имени Логинова, также научный центр имени Кулакова, в теплых стенах которого проходит сегодняшняя конференция, и с недавнего времени также рефересный центр Моники. Продолжение следует... Данная тема сложная, объемная, но при этом по-настоящему прикладная. Для того, чтобы найти общий знаменатель, за последний год мы приняли участие в самых значимых морфологических и клинических конференциях, мастер-классах. Провели анализ существующих рекомендаций. Последний тренинг международный, посвященный биомаркерам при раке молочной железы, проходил две недели назад. Мировым лидером стандартизации ГХ-исследований является колледж американских патологов, рекомендации которого разрабатывается совместно с САСКО. Они же лежат в основе рекомендаций НССН. Заслуживают внимания действующий протокол по тестированию биомаркеров при раке молочной железы. В нем подробно прописана методика оценки рецептора эстрогена ХЕР-2, однако информация касаемая оценки КИШ-67 в нем скудная и попросту может ввести нас в заблуждение, потому что там черным по белому, как вы можете видеть, написано, что рутинное тестирование рака молочной железы в настоящее время на КИШ-67 не рекомендуется. При этом данное заявление абсолютно не коррелирует с реальной практической деятельностью как в Европе, так и на других континентах. Также обращаем ваше внимание, что в данном протоколе впервые появилась опция выбора, проводилось или не проводилось генетическое тестирование. АСКО не рекомендует рутинное тестирование КИШ-67 из-за его недостаточной валидности. Аналитическая валидность сложно достигнуть из-за проблем стандартизации. Факторы, способствующие разногласиям между лабораториями, это различия методики окрашивания, различия методики оценки, различное распределение окрашивания из-за внутриопухоли и гетерогенности. Важно также помнить, что правильная фиксация операционного образца критически важна для стандартной оценки именно КИШ-67, так как он более чувствительен по сравнению с эстрогеном и ХЕР-2. Обязательное использование контролей. По аналитике оценки ядер ничего не изменилось. Оцениваем окрашивание любой интенсивности различного типа. Сколько клеток считать? В рекомендациях 2020 года предлагают вести подсчет в 400 клетках. Тем не менее, при всех существующих проблемах аналитическая валидность может быть достигнута. В нашем центре образец молочной железы доставляется в отделение патологии в течение часа после операции, строго в нативном виде. У нас полностью валидированы методики и достигнута высокая внутри лабораторная воспроизводимость. А также обстоят дела в центре Кулакова. На слайде представлена ссылка для свободного скачивания, уникального, на мой взгляд, практического руководства по надлежащей гистологической практике. Пожалуйста, кому интересно, фотографируйте, скачивайте. Переходя к клинической значимости КИК-67, следует отметить, что роль патолога сегодня здорово изменилась. Мы должны уметь правильно интерпретировать, интегрировать наши отчеты, принимать участие в написании клинических рекомендаций, больше коммуницировать с клиницистами. КИК-67 бесспорно доступный, недорогой, ценный, прогностический и предиктивный маркер. На слайде представлена таблица по клинической валидности КИК-67. Это итоги большинства голосов на последнем съезде Сен-Галлина. Сессия, посвященная патологам, как раз началась с вопроса КИК-67. Итак, значимые позиции, которые надо запомнить, это выделение котов для принятия решения о назначении химиотерапии. Это 5,30%. И также в противовес протоколу КЭП большинство голосов, 61% на 68%, проголосовало все же за рутинное применение маркера КИК-67. Во-первых, для принятия решения о целесообразности назначения химиотерапии, а второе, для оценки ответа на неоадъювантную эндокринную терапию. При попадании индекса КИК-67 в серую зону учитываются другие клиникаморфологические факторы прогноза, такие как стадия, возраст, степень злокачественности. В нашем центре клиницисты зачастую пользуются правилом, чем моложе пациентка, тем агрессивнее тактика лечения. Известно, что высокий КИК-67 предсказывает лучшие показатели ПИСЕР для всех типов рака молочной железы. На данном слайде показаны промежуточные результаты нашего собственного исследования. Сразу оговорюсь, что оно не было посвящено КИК-67. КИК-67 мы оценивали как один из показателей. Мы сравнивали две группы пациенток с наличием и отсутствием остаточной опухоли. В случае наличия остаточной опухоли, значение КИК-67 было статистически значимо ниже. Эти ожидаемые результаты в очередной раз подчеркивают прогностическую значимость КИК-67. Значимость КИК-67 при оценке ответа на эндокринную и неоадъювантную терапию заслуживает отдельного внимания, так как в 2020 году прогремели результаты ряда клинических исследований, гипотеза которых была направлена на возможность теэскалации адъювантной химиотерапии. Результаты всех этих исследований показали, что большой процент пациенток в постменопаузе, как СН0, так и СН1, не нуждаются и не получают пользы от адъювантной химиотерапии. Также обращаю ваше внимание на дизайн данного исследования, на серый квадрат, что для принятия решения о назначении адъювантной химиотерапии оценивали риски посредством генетического теста, в данном случае он КАТАЙМ-ДХ, при его отсутствии использовали КИК-67. В нашем центре большинство пациентов получают короткие индукционы курсной адъювантной гормональной терапии, и мы оцениваем динамику уровня пролиферативной активности в первичной опухоли у всех пациентов. И, как показано на слайде, при значимых изменениях или при полном отсутствии какой-либо динамики, мы оставляем соответствующие комментарии в своем заключении. КИК-67 играет важную роль в разграничении молекулярных подтипов рака молочной железы. Это касается группы эстроген-положительных опухолей, на долю которых приходится более 80%. Однако отсутствует международный консенсус в отношении порогового значения для разграничения люминального типа А и Б. Прежде всего, надо понимать, что суррогатный молекулярный подтип – это прогноз, а не команда к назначению химиотерапии. Пороги 67 следует оценивать, исходя из опыта локальной лаборатории. Но сделать это могут лишь учреждения с работающим регистром. В российских рекомендациях предлагается котов 20%. Мы в своей лаборатории ориентируемся на такую же цифру. Кроме того, на сегодняшний день уже есть достаточно сравнительных исследований с отличным дизайном, где котов 20% показал лучшую воспроизводимость в отличие от 14%. Также обращаем ваше внимание на появление серой зоны, а также появление новой аббревиатуры – ВОЗ, подобной люминальному А, подобной люминальному Б. По нашему мнению, это как раз удачная аббревиатура для серой зоны. Мы таргетно задали вопрос международным экспертам, и да, они ответили нам, что так и есть. Это целесообразно применять, попадая в серую зону. То есть, понятно, если мы имеем процент 5% и ниже, это однозначно люминальный А, если выше 30% – это люминальный Б, промежуточная зона, лучше использовать аббревиатуру подобной. Впервые я услышала о мультипараметрических тестах от своего коллеги-онколога-хирурга, который заявил мне, что наше ИГХ скоро станет неликвидным, после чего, конечно, мой интерес к данным тестам увеличился. Тезисно данные тесты используются для прогноза у пациентов как раз этой серой зоны с эстроген-положительным хердвонегативным раком для принятия решения о целесообразности адъювантной химиотерапии. Каждый тест используют различные методы, классифицируют пациентов на классы по рискам – низкий, средний, высокий. Однако, стоило углубиться немножко глубже, как стало очевидным, что данные тесты сами не до конца валидированы, несмотря на то, что каждый из них официально одобрен. Существуют также до конца нерешенные вопросы. Какой из них выбрать, так как их много? Какой из них дает наиболее полную информацию для прогноза? Кроме того, появились сравнительные исследования, показавшие плохую корреляцию между тестами по категории рисков. Рекомендую обратить внимание на исследования Optima. Также некоторые генетические тесты показали отличную корреляцию с доступным ИГХ-тестированием. Генетические тесты, несомненно, несут значительное финансовое бремя для системы здравоохранения, в связи с чем были разработаны недорогие онлайн-инструменты для оценки риска с использованием легко доступных клинических параметров и маркера КИ-67 в качестве категориального показания. По данным литературы также показана хорошая корреляция между этими бесплатными онлайн-платформами и дешевым доступным ИГХ-тестированием. На слайде представлен один из самых популярных инструментов. Им активно пользуются продвинутые онкологи. Обращаю на ваше внимание, что КИ указывается в качестве категориального показателя. КОТО в 10% и об этом вообще никто не говорит, а, наверное, надо бы, потому что я лично в своей практике никогда не использую процент 11, 12 и 13. По рекомендации группы экспертов Сен-Галлина, генетическое тестирование рекомендуется также лишь в отдельных случаях, а не рутинно. Итак, переходим к обновленным рекомендациям международной рабочей группы по интерпретации КИ-67. Кто не знаком с этой группой, пожалуйста, фотографируйте. Самая доказательная информация, касающаяся маркера КИ-67, исходит от них. Глобальная цель данной группы состоит в том, чтобы собрать достаточно доказательств, чтобы поддержать, либо опровергнуть аналитическую и клиническую валидность КИ-67 для рутинного применения его в практике. Также обращаем ваше внимание, что в рекомендациях международной группы, в ОЗИ и в других клинических рекомендациях в последнее время для КИ-67 закрепились категориальные значения, низкий, промежуточный, высокий. Также группой было инициировано исследование, направленное на валидацию методики оценки КИ-67. Каждая лаборатория оценивала КИ-67 с использованием трех различных методик. Лучшую воспроизводимость показали глобальные методы, без статистически значимой разницы между ними. Поэтому, пожалуйста, методикой горячие точки сегодня лучше не пользоваться. Глобальные методы оценивают средний балл на всю площадь инвазивной опухоли в препарате. Оценка КИ выполняется одинаково, но окончательный подсчет индекса рассчитывается разными формулами. Дальше мы будем говорить о простом глобале, так как он легче воспроизводим в рутинной практике, без применения дополнительных инструментов. Но для того, чтобы правильно интерпретировать статьи, правильно интерпретировать дополнительные инструменты, надо знать, что глобала 2. На слайде представлена схема биоптата, в котором площадь среза разбита на доли по категории. Более наглядный пример. Мы должны поделить инвазивный компонент опухоли на доли по 4 категориям уровня пролиферативной активности. High, medium, low, negative. В данном случае high не представлен, он получает 0%. Превалирует low, он получает 40%. Medium, negative примерно поровну. Следующий этап – это выбор 4 полей зрения по алгоритму превалирования категории. В нашем случае превалирует low, поэтому мы взяли 2 поля low, 1 – negative, 1 – intermediate. Далее мы считаем долю позитивных клеток по методике пишущая машинка. 4 поля на 100 клеток и делим общее количество позитивных клеток на общее количество посчитанных клеток. Также отмечу, что, например, на тренингах мы не всегда получали знаменатель 400 клеток. Это могло быть 360, 370. Еще один пример – это наш личный пример, в котором мы использовали автоматизированные программы подсчета индекса. В данном случае опухоль с явной гетерогенностью, краевым окрашиванием. По уровню пролиферативной активности превалирует high, поэтому мы взяли 2 поля high, 1 – средний, 1 – low. Этот случай показателен тем, что если бы мы схалтурили и провели подсчет в 2 полях, взяв только high и low, мы бы получили промежуточный вариант 25% и неизвестно, получила бы пациентка адъювантную химиотерапию или нет. Однако, посчитав по глобальной методике с четким разграничением категорий, мы получили высокий индекс. Также надо понимать, что есть случаи в рутинной практике, когда мы можем взять одно или два поля, и этого будет достаточно. Одно поле, когда мы имеем диффузное окрашивание по одной категории, два поля, когда мы имеем две категории в равной долевой пропорции. Многообещающим является использование методов машинного анализа изображений. Существует большое количество программных модулей для подсчета КИИ-67, однако программы для систематической оценки внутриопухолевой гетерогенности по глобальной методике нет. Поэтому полностью автоматический подсчет КИИ-67 без участия патолога на сегодняшний день невозможен. Наш центр заключил научно-технический договор с университетом Инополиса в совместном проекте в сфере искусственного интеллекта в рамках выигранного гранта по направлению рак молочной железы. Начата разработка технического задания. Мы сейчас в самом начале пути, и я очень надеюсь, что получится сделать что-то интересное хотя бы в рамках науки. Мы выносим на сегодняшнюю сессию стандартизации главный вопрос, а что же писать в заключении. Почему мы это делаем? Потому что мы провели пилотный анализ данных консультативного пересмотра в рамках референс центра Моники и пришли к выводу, что полностью отсутствует консенсус среди российских специалистов. Появились патологи, которые не указывают суррогатной молекулярной пати в своем заключении. Появились заключения, где индекс КИИ-68 не выносится в заключение вообще. И мы понимаем, почему так происходит. Потому что вначале я специально показала рекомендацию КЭП, которую, возможно, кто-то прочитал и использует. Методику подсчета не указывает практически никто. Новую аббревиатуру, подобную иллюминальному А и Б, тоже практически никто не использует. Возникает вопрос, допустимо ли отказываться от суррогатного молекулярного субтипирования опухоли в отсутствие возможности рутинного молекулярного тестирования и, как оказалось, отсутствие его точной валидации. На слайде представлен пилотный проект по разработке протокола оценки КИИ-67 в рамках совместной научно-исследовательской работы МКНЦ Логинова и Моники. Огромное спасибо за предоставленный клинический материал и другую поддержку нашему ведущему научному сотруднику, заведующей научным отделом Моники Галиера Вильевне Сидиковой. Предложенные нами новые позиции полностью соответствуют обновленным рекомендациям по интерпретации КИИ-67, в то же время отсутствуют или не раскрыты в существующих российских рекомендациях. Итак, основные позиции – это обязательно указание методики, по которой мы считаем. Следующее – начать указывать категориальный показатель КИИ-67 помимо точного процента. И в случаях попадания в серую зону начать употреблять аббревиатуру подобной. Важный момент следует, конечно, локально общаться в своем учреждении с клиницистами-онкологами. Нужен ли им суррогатный молекулярный субтип или нет. Но мы все же опираемся на опыт, во-первых, зарубежных коллег, во-вторых, мы считаем, что это прогноз, а в-третьих, не стоит забывать, что молекулярный суррогатный субтип выставляется не только за счет КИИ-67, а прежде всего за счет морфологии в том числе. Ну и стоит, конечно, понимать, что суррогатное молекулярное субтипирование опухоли после проведенной неоадъювантной терапии нецелесообразно. Резюме, наверное, разрешите не зачитывать. А вот главный фокус своей презентации все-таки зачитаю. Морфолог, специализирующийся на проблеме рака молочной железы, выступает сегодня в роли диагноста-онколога, принимая участие в лечении пациента наравне с клиническими онкологами. Задача морфолога не машинный подсчет позитивных клеток, а умение правильно интерпретировать и интегрировать результаты исследования. Большое спасибо за внимание. Не забывайте, что октябрь является месяцем всемирной борьбы с раком молочной железы, и мы с вами вносим огромный вклад в эту борьбу. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ